Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Георгиевич Добыкин, и мы с вами на библейском портале экзегет. Мы с вами продолжаем читать вторую книгу Маковейскую, и сегодня восьмая глава. Чтобы вспомнить, что там происходило, происходило там следующее. Евреи подвергаются угнетениям сирийцев, точнее это не сирийцы, это греки, которые живут в Сирии. Царем этих сирийцев является Антелх IV Епифан, и что он делает? Он вводит языческие обычаи, заставляя иудеев становиться язычниками и переставать быть евреями и иудеями. Предыдущие главы рассказывают об этих гонениях, и начиная с восьмой главы, начинается рассказ о войне, которую ведет Иуда Маковей. Как мы читаем? Мы читаем по небольшим отрывкам, потом мы эти отрывки разбираем. Итак, восьмая глава с 1 по 4 стих. Между тем, Иуда Маковей и бывшие с ним, тайно входя в селение, созывали сродников и принимали оставшиеся в иудействе, собрали до шести тысяч мужей. Они взывали к Господу, чтобы он презрел на народ всеми попираемый и пожалел храм, оскверненный людьми нечестивыми, чтобы помил он разоренный город, близкий к тому, чтобы сравняться с землей, и услышал вопиющую к нему кровь, чтобы вспомнил о беззаконном погублении невинных младенцев и о бывших хулене имя его вознегодовал на злых. Ну, давайте здесь разбираться. Ну, Иуда Маковей. Иуда для нас имя часто бывает таким ругательным, однако в древности это было вполне приличное имя, вполне распространенное имя. И патриарх Иуда, от которого произошел колено Иудина, и среди апостолов был не только Иуда Искрёд, но и Иуда, который написал послание, поэтому имя Иуда было вполне распространенное. И вот один из людей, которого зовут Иуда. Маковей – это не фамилия, это прозвище, и оно переводится как Молот. Это прозвище Иуда получил за свою силу, за свою мощь, и он как Молот разбивал своих врагов. Иуда происходил из священнического рода, рода Хасманеев, но он не был первосвященником, естественно. Вот. Итак, Иуда Маковей собирает своих сродников и те, кто остается верным иудейству. Таких людей собирается до шести тысяч. Первая книга Маковеев называет людей больше, но можно предположить, почему получилось эти шесть тысяч. В дальнейший рассказ это объясняет. Они не только собирались, собирали оружие, собирали какой-то отряд, но они понимали, что ту войну, которую они ведут, это война не человеческая, это война священная. И Бог является участником этой войны. Они взывали к Господу, чтобы он презрел на народ. Здесь используется такое старое слово, слово «презрел». У нас так слово «презрение», какой-то ненависть, неуважение. В данном случае нет. «Презрел» — это «посмотрел», чтобы Бог посмотрел на людей. Конечно, здесь используется такая форма, как антропоморфизм. И когда Богу приписываются черты человека, и когда он, понятно, что у Бога нет глаз, но он смотрит. И вот поэтому просьба, чтобы он обратил внимание на народ и на храм. Народ всеми презираем, уже я использую это слово, конечно, в современном понимании, попираем. И пожалел храм, который осквернен людьми нечестивыми. В чем осквернение? Почему эти люди нечестивые? Ну, с точки зрения язычников, вообще-то храмы неприкосновенны. И если человек грабит храм или оскверняет храм, он нечестивец даже с точки зрения язычников. Тем более уж с точки зрения иудеев. Которые испытали, вообще, конечно, величайшее бедствие, наверное, со времен Вавилонского плена. Их храм был осквернен тем, что в нем была поставлена статуя Зевса Олимпийского. На жертвенники была принесена свинья. И вообще храм из храма Яхвы превратился в храм Зевса. Поэтому он оскверненный. Также просится, чтобы был помилован разоренный город. Это, конечно, Иерусалим, близкий тому, чтобы сравняться с землей. Значит, здесь русские переводчики сделали такой вариант, что смысл которого следующий. Вот есть город, и он сейчас в таком состоянии, как будто его нету. Как будто он сравнен с землей. Можно также перевести, что город разоряется и постепенно превращается просто в руины, как сравняли его с землей. Можно понять и так, и так, но на самом деле оба прочтения, они правильные. Город действительно разорялся, потому что язычники нападали, уничтожали его жителей, уничтожали дома. И поэтому город разрушался. В то же время он теряет какое-то значение, как центра для верующих иудеев, которые везде гонятся, везде истребляются. Также просится у Бога, чтобы он услышал выпивающую к нему кровь, вот этот образ крови, которая упала на землю, и она была пролита. И вот теперь она кричит к Богу, требуя отмещения. Этот образ встречается в Священном Писании. Давайте вспомним хотя бы историю Каина и Авеля. Кровь Авеля вопила к Богу, требуя отмещения. Далее говорится о том, что язычники беззаконно погубили невинных младенцев. Это было действительно так. Приводятся примеры, как истребляли младенцев и их родители за то, что они принимали обрезание. Вот нет закона, который разрешал убивать младенцев. Этого закона не было у язычников. И поэтому вот это погубление, это действительно беззаконно даже с точки зрения язычников. Дальше говорится о хулене имени его. Значит, здесь можно понять следующим образом. Имя в Библии всегда связано с носителем имени. И поэтому, когда говорится о хулене имени его, имеется в виду те люди, которые проклинали или говорили что-то недостойное про Бога. Можно и понять более буквально, что были язычники, которые насмехались над именем Божьим, конкретным именем Божьим, как-то издеваясь над ним. И то и другое является грехом с точки зрения Священного Писания. И поэтому Иуда Маковей и его соратники просят, чтобы Бог вознегодовал нас злых. Здесь Богу приписывается человеческое чувство, чувство гнева. Но когда мы говорим о Боге и его отношении к людям, то нам приходится использовать человеческие слова. Поэтому тут гнев. Читаем дальше с 5 по 7 стих. «Окружив себя множеством, Маковей сделался непобедим для язычников, когда гнев Господа приложился на милость. Внезапно, нападая на города и селения, он сожигал их и, занимая удобные места, немало победил врагов, обращая их в бегство. Преимущественно он избирал себе в помощь для таких предпятий ночи и сухил мужество и разносился повсюду». Иуда собирает отряд и начинает воевать. Причем, снова подчеркивается, что война не только война Маковея, Иуды, Маковея и его соратников, но и Господа. Здесь гнев Божий, который был на евреев, потому что евреи понимали, почему вот эти страдания у них. Потому что они отступили от Господа, они грешили, они не исполняли его законы, и Господь разнился и попустил язычникам напасть на Иерусалим, напасть на храм. Но сейчас гнев Господа превратился в милость. В шестом стихе говорится о том, что Иуда нападает на города и селения. На какие города и селения? Либо на города, которые языческие, либо города, в которых живут отступники от иудаизма. Победа, причем воюет он ночью, это такая вещь достаточно редкая, потому что обычно ночью не воевали. И вот он побеждает, слух о нем разносится повсюду. Скорее всего, греки, которые начали вводить эти языческие обычаи, конечно, сталкивались с мелким сопротивлением, но которое чаще всего выражалось в том, что люди просто убегали. И здесь, конечно, такая партизанская война, это действительно партизанская война, естественно, стала известным, об этом стало известно. И поэтому греки, которые жили в Сирии, естественно, начали беспокоиться. И вот здесь как раз дальше рассказывается об этом беспокойстве и о том, как окончательно решить еврейский вопрос. Филипп, видя, что этот муж мало-помалу приходит в силу, а чаще бывает счастлив в делах, писал Толомею, военачальнику Келии, Сирии и Финикии, чтобы он помог делам царя. Он же, немедленно избрав Никанора, сына Патрокова, одного из первых своих друзей, послал его, подчинив ему не менее 20 тысяч человек из разных народов, истребить весь род иудеев. Присоединился к нему Егоргий, военачальник, опытного в делах военных. Давайте здесь разберемся, здесь упоминаются разные имена, которые были в предыдущих главах, но нужно понять следующее. Значит, Филипп – это правитель светский. Вот, он обращается к военачальнику, военачальник, который управляет всей Келии, Сирии и Финикии. Келия, Сирия и Финикии – это та территория, в которую входила Палестина. Что за обращение, с какой просьбой, чтобы продолжить дело царя? А какое дело царя? Дело царя – привести все народы вот этой державы селевкидов к одной вере. Вот, этот Птоломей избирает Никанора, то есть своего подчиненного, который отправляет воевать. К этому Никанору присоединяется еще один человек, еще один военный, которого зовут Горгий. Основная война, которая будет идти, это как раз будет война с вот этим Никанором. Вот здесь он появляется на сцене. Хотя понятно, что за этим Никанором стоит еще там череда начальников. Но он здесь главный герой становится, антигерой, конечно. Никанор поставил дань в 2000 талантов, которые царь должен был римлянам, пополнить от пленения иудеев. Почему-то час послал приморские города, приглашая их покупать в рабы иудеев и обещал доставлять по 90 пленников за один талант. Но не ожидал от того мщения, которое готово было прийти от него от всемогущего. Давайте здесь разберемся, что за история 2000 талантов, которые царь должен был римлянам. Значит, за несколько десятилетий до Антиоха Епифана правил другой царь, которого звали Антиох Третий. А Антиох Епифан это четвертый правил Антиох Третий. И он начал войну, в которую включились римляне. И римляне разбили сирийцев, селевкидов, отбросили их из Европы, отбросили их из Малой Азии. И там провели новую границу. В результате проигрыша на селевкидов, на державу селевкидов была наложена контрибуция. То есть, они должны были заплатить огромную сумму. И эта сумма постепенно платилась, там с перерывами. И получилось, как Антиох Третий умер. Вернее, он там погиб. Но здесь это не особо важно для нашей истории. Он погиб. А через какое-то время воцарился Антиох Четвертый Епифан. Но там вот этот налог, вот эта контрибуция осталась. То есть, какая-то часть выплатилась и осталась. И чтобы продолжить платить, там сумма была большая. И там не 2000 талантов. Возможно, это 2000 осталось. Потому что там 150 тысяч талантов было в результате вот этого мира. Так вот, вот эти 2000 талантов решили как? Откуда получить? Значит, захватить иудеев, всех иудеев превратить в рабов, продать и от продажи получить вот эти 2000 талантов. За 90 евреев предлагали один талант. Ну, по большому счету, расчет Никанора был на то, чтобы продать просто по дешевке. Были рабы, которые стоили один талант. Даже такие были рабы. То есть, то, что 90 человек за один талант продавать, это очень-очень дешево. Это можно сказать, там, ну, просто за копейки. При этом предполагалось собрать 2000 талантов. Ну, легкий подсчет позволяет определить 90 на 2000. Это 180 тысяч человек. Они собирались только продать в рабство. Это много. Это вот уже количество людей очень большое. Не надо думать, что тогда там города были по 5-7 миллионов. Нет, конечно, тогда население было значительно меньше. И города были не такие большие. Да, Иерусалим был город большой. Но собрать 180 тысяч только пленными, это, конечно, практически полностью уничтожить иудеев. Либо их истребить, либо их продать в плен. Значит, и поэтому вот такой план. То есть, шли реально окончательно решать еврейский вопрос. Кому обращается Никанор? Он обращается к купцам из приморских городов. Приморские города – это финики, а финикицы действительно занимались работорговлей. Он обращается, и он уверен. То есть, как? Он не идет там, воюет. А потом уже думает, ага, мы сейчас решим, что делать с этими пленными. Ну, давайте их продадим. Нет, он сразу говорит, что я буду продавать. То есть, у него полная уверенность, что он победит евреев. При этом он не понимает, что Господь уже решил отомстить язычникам за их беззаконие. Да, Бог попустил язычникам поступать так, то есть, наказывать евреев. Но, несмотря на вот это попущение, они все-таки виновны. Потому что то, что они делают, это является беззаконием даже с точки зрения язычников. И тем более оно еще и бессмысленно. Евреи не поднимали бунты. Они тихо, мирно платили налоги и все, что они хотели от язычников, что их просто не трогали. Ну, ладно, читаем дальше. Иуде же дано было знать о приходе Никанора. И тогда он передал бывшим с ним о прибытии войска. Тогда боязливые, не верующие в издаяние Божие, разбежались, оставив место свои. Другие же продавали все оставшиеся у них и умолили Господа избавить их, проданных нечестивым Никанором прежде сражением. Если не для них, то ради завета с отцами их и наречением на них святого и славной имени его. Давайте здесь остановимся. Значит, о походе стало известно. И говорится о том, что боязливые неверующие разбежались. Вот здесь книга рассказывает о том, что боязливые убегают. Но если обратиться к книге Второзакония, где говорится о том, как евреи должны воевать, то как раз вот этих боязливых должны просто-напросто отпустить. То есть сами они уходили. Видимо, Иуда не провел такую операцию внутри своего войска и не отпустил всех боязливых. Поэтому, знаете, как бы Господь сделал так, что они разбежались. Это понятно. Если в войске есть трусы, то это приведет к тому, что когда начнется битва, они побегут. Но были и другие, которые были готовы даже умереть. Они продавали все и готовы были умереть, но готовы были воевать. Также просили, чтобы Бог их сохранил не ради них, но ради заветов с отцами и наречениями. Давайте, что за заветы. Господь заключает с еврейским народом несколько заветов. Это завет с Авраамом. Это завет, конечно, Синайский завет. Также завет со священниками. Завет с Давидом. Завет, который восстанавливается несколько раз. Это, например, при Исааке или при Иакове. Или когда евреи находятся уже в земле обетованной. Например, при Иисусе на вине. При возвращении с плена. При благочестивых царях разделенного царства. То есть, вот эти заветы, они действительно в обнаженном числе можно употреблять. Это слово. Не только один завет. Еще что очень интересно. Интересно, что Израиль носит на себе имя Божие. Вот как бы Бог нарек свое имя на Израиле. Это действительно так. Потому что имя Израиль. Израэль. Вот Эль. Эль. Это, конечно, не личное имя Божие, которое звучит как Яхва. Но как все-таки имя Божие, Эль. И вот это имя все потомки Иакова носят на себе. Ну и весь народ носит на себе. Читаем дальше 16 стиха. Тогда Макавей собрал бывшие с ним числом шесть тысяч мужей. И вещал их не страшиться врагов. И не бояться множества язычников. Неправедно идущих на них. Но может сражаться. Имея пред глазами неправедно нанесенное имя оскорбление святому министу, разорение пороганного города и нарушение праотеческих учреждений. Ибо, говорил он, они надеются на оружие и отважность. А мы надеемся на всемогущего Бога, который одним мановением может не справить и идущих на нас, и весь мир. Ну, здесь приводится в пересказе речь Иуды Маковея, который призывает не бояться. И встать на отмщение за уничтоженный, оскверненный храм и разоренный Иерусалим. Значит, вот нарушение праотеческих учреждений. Здесь есть определенная сложность, что это такое. Здесь можно понять, как поругание законов, но можно понять немножко по-другому. У иудеев в это время нет царя. Последний царь был перед Вавионским пленом. После этого евреи вернулись, и у них уже не было царя, а они управлялись советом старейшин. Значит, сначала этот совет старейшин назывался Великая Синагога, потом Синедрион. И вот, возможно, Иуда говорит о том, что иудеи лишились вот этого органа управления. Ну и 18 стих. Своего рода это пересказ псалма. Они на колесницах, они на конях, а мы во имя Господа Бога нашего. Вот, поэтому, несмотря на их вооружение, силу там, уверенность, мы можем быть уверены в Боге, и который уничтожит не только их, но может уничтожить весь мир. Хорошо, читаем дальше. Он рассказал им и о том заступлении, которое получали их предки, и как при Синахириме погублены 185 тысяч мужей, и о бывшем Вавилоне сражении против галатов, как они пришли на брань в числе только 8 тысяч, 4 тысячи македонян. И когда македоняне смешались, то эти 8 тысяч погубили 120 тысяч, бывших им с неба помощью, получили великую добычу. Значит, здесь Иуда приводит две истории. Одна история описана в книгах царств. Ассирийский царь Синахирим, он нападает на Иудею, постепенно захватывает иудейские города и приступает к осаде Иерусалима. Причем через своего подчиненного он говорит о том, что сдавайтесь быстрее, боги других городов не спасли эти города, и ваш бог тоже не спасет Иерусалим. Однако бог посылает ангела, и этот ангел проходит по стану ассирийцев, погибают 185 тысяч человек, как здесь сказано, и царю приходится снять осаду и уйти. Об этом говорится в небиблейских источниках, что да, была такая история. Ну, скажем так, она так плавно пересказывается, потому что эта история сохранилась у ассирийцев. Значит, Синахирим рассказывает про свои походы, и он так говорит, я иудейского царя запер в его городе, как птицы в клетке. И точка. И дальше там продолжается рассказ, ну и можно понять, что запер-то он запер, но не захватил его. Вот, то есть, бог когда-то послал своего ангела, который спас еврейский народ. А вот следующая история про сражение в Вавилоне, в которой там, в котором участвовали некие галаты и македоняне, вот этой истории нету в Библии. И более того, сами исследователи задаются вопросом, о какой битве здесь идет рассказ. Потому что есть упоминание битвы, в которой участвовали галаты, но вот конкретно, вот как здесь описано, этого нет. Возможно, просто история об этой битве до нас не дошла. И в те времена они и знали, и поэтому Иуда может на нее сослаться, рассказать, и его читатели поймут, или его слушатели поймут, о чем идет речь. Но, к сожалению, мы чего-то не знаем. Хорошо, идемте дальше. Такими рассказами сделал их неустрашимыми, готовыми умереть за законы и отечество. Он разделил войско на четыре отряда, назначив вождями каждого отряда братья Сексимона, Иосифа и Иоаннафана, и подчинив каждого по 1500 человек. Потом приказал Элизару читать священную книгу и, обнадежив божью помощь, сам принял водительца над передовым отрядом и вступил в сражение с Никанором. 6000 человек разделяется на четыре части. Здесь упомянуты братья, но тут один из братьев назван, но такого брата у Иуды не было. Либо это ошибка переписчика, либо, называются два брата, еще один соратник. Четыре отряда. Один из этих отрядов командует сам Иуда, он первый отряд. И Элизар, это еще один сотрудник Иуды, он должен читать книгу, священную книгу, то есть священное писание. Значит, и вот здесь у нас стоит фраза, обнадежив божью помощь. И если толковать по русскому переводу, то можно понять, что через чтение священного писания, через какие-то наставления народ удостоверится, что Бог им поможет. Однако вот это слово, которое у нас обнадежив, у нас переведено таким словом в греческом, означает не сколько надежду, сколько боевой клич. И поэтому можно понять так. Вот этот Елизар читает священную книгу, и дальше звучит боевой клич «Божья помощь». Вот после этого боевого клича, когда все закричали, бросаются в бой. Вот то, что использовали такие боевые кличи, да, это известно из истории еврейского народа, да, они так кричали, какое-нибудь такое необычное. Если обратиться к священному писанию книги Судий, то евреи, которые окружили Стан со своими врагами, и они тоже закричали такой боевой клич «Меч Господа и Гедеона». Поэтому вот, возможно, здесь происходит именно так. То есть, они кричат это «Божья помощь» и бросаются в битву. Если до нас верно дошел этот греческий текст, потому что там есть варианты, и можно прочитать немножко по-другому. Но это уже совсем закопаться в греческую текстологию. Хорошо. Давайте читаем дальше рассказ о том, как евреи победили своих врагов. Так как помощником был всемогущий, то они побили врагов более девяти тысяч. И еще большую часть Неканорова войска оставили ранеными, изувеченными, и всех принудили бежать. Взяли и деньги у пришедших покупать их, преследовали их назначенное расстояние, и возвратились, будучи остановлены временем. Ибо это был день перед субботой. По этой причине они не продолжали гнаться за ними. Ну, давайте здесь разберемся. Полная победа. Девять тысяч врагов, шесть тысяч иудеев. Они победили. Значит, часть народа погибла, вражеского. Часть убежала. Значит, вместе с Неканоровым войском пришли еще и вот эти купцы, которые собирались покупать иудеев. И понятно, что никакого прибытка они не получили, а наоборот потеряли все деньги. Евреи преследовали врагов, но так как это была пятница, наступает вечер, наступает суббота, напоминаю, что у иудеев счет идет с вечера до вечера, не как у нас с утра до утра, с вечера до вечера, то в пятницу вечером начинается суббота, и евреи должны находиться в покое. И вот они какое-то время бежали за своими врагами, потом приблизилось время субботы, они остановились и решили их не преследовать. Почему они так посчитали? Хотя были уже такие законы, были такие постановления, что в субботу можно воевать, чтобы защитить свою жизнь. Здесь, видимо, воины иуды посчитали, что они не защищают свою жизнь, а уже преследуют врагов, поэтому они остановились. Хорошо, читаем дальше. Собрав же с ними оружие, сняв доспехи врагов, они праздновали субботу, усердно благодаря посолея Господа, спавшая их в тот день и начавшая являть им свое милосердие. Значит, здесь понимается, как начало милосердия, как будто дождь, первый дождь начинает идти, потому что потом Бог дальше будет проявлять свое милосердие. После субботу, уделив издобычу вечным, вдовам и сиротам, остальное разделили между собой и детьми своими. Окончив это, они очередили общественную молитву и моляли им милосердного Господа совершенно примениться с рабами своими. То есть, евреи понимают, что вот то, что с ними происходит, вот эти гонения от язычников, это следствие их грехов. И поэтому они просят, чтобы Бог перестал воевать против них, а наоборот, вступил с ними в мир. То, что из добычи уделяется вечным, вдовам и сиротам, и разделяется между собой, это правило, которое прописано еще в пяти книжах. Хорошо, читаем дальше. Тогда, как Тимофей и Вакхит напали на них совокупно, они избили более 20 тысяч, легко владели высокими крепостями. Они разделили весьма много добычи по равным частям между собой и вечными сиротами дома, еще и старейшинами. Собрав после них оружие, тщательно сложили их в удобных местах, остальные же добычи принесли в Иерусалим. Убили и вождя войск Тимофеевых, человека нечестивейшего, который причинял много бед иудеям. Потом торжестую победу в отечестве они сожгли Калисфена и некоторых других, которые сожгли священные ворота и бежали в один дом. Так что все эти за свое нечестие принесли достойное возмездие. Здесь давайте разберемся, потому что очень напоминает, что этот рассказ является такой вставкой. И возможно так и есть, но мы должны вспомнить, как пишет автор этой книги. Он в самом начале говорит, есть пять книг, которые подробнейшим образом рассказывают о войне Иуды-Маковея с селевкидами. И я решил взять эти книги и эти книги сократить, чтобы было интересно читать. И вот возможно, как раз это сокращение здесь и есть. Просто рассказали о первой битве и тут же перешли к следующей битве без каких-то переходов, без описания событий, как эта битва сложилась. Здесь, что интересно, рассказ о казни некого Калисфена, который сжег священные ворота. Что за священные ворота? Это не ворота Иерусалима, это ворота храма. То есть, храм не просто сквернен был, но еще и разорен. И вот это воспринимается как достойное наказание. Как они сожгли, так они будут сожжены. Вот эта идея о том, что Бог достойно или так равно воздает за преступление, оно во второй книге Маковея звучит достаточно часто. Хорошо. Давайте дочитаем эту главу. Она рассказывает о бегстве Никанора, того самого военачальника, который пришел завоевывать иудеев и продавать их. А преступнейший Никанор, который привел тысячу купцов для покупки иудеев, при помощи Божьей посрамлен был теми, которые считал за ничто, и сбросив пышную одежду под видом бегового раба, через внутренние земли пришел один в Антиохию крайне огорчен и поражением войска. Тот, который взялся доставить римлянам дань отплененных в Иерусалиме, объявил, что иудеи имеют защитника Бога и таким образом остаются невредимы, потому что повинуется установленным над Богом законом. Вот этот Никанор здесь тысячу, ну, может быть и тысячу, а может быть это такое преувеличение, знаете, сколько их там, миллионы, да, то есть тысячу привел. Купцов, он потерпел поражение, он сбрасывает с себя одежду, становится как обычный человек и бежит, чтобы его никто не узнал. Вот, он приходит в Антиохию, как бы из Антиохии он уходил с войском, здесь он пришел один, и как он объясняет, что Бог иудеев очень могущественный, и поэтому иудеев не победить. Он язычник, он не означает, что он признает истинного Бога, но он понимает, что с этим Богом воевать не получится. Вот. На этом заканчивается восьмая глава, мы ее прочитали, мы читали с вами вторую книгу Маковеев, меня зовут Дмитрий Георгиевич Добыкин, мы были с вами на портале Экзегет, всего доброго, до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok